По словам официального представителя МВД, ООО «Древпром» начала свою деятельность в Бурятии еще в 2012 году. Офис торгового центра Европы стал 48-м филиалом компании, зарегистрированной в Республике Башкортостан. Схема финансовой пирамиды классическая. Клиентам обещали юридическое решение всех кредитных проблем. Со стороны клиента требовалось только однократное внесение оплаты в размере 20-25% от суммы кредита в адрес общества. После заключения договоров между сторонами общество производило один, два, три платежа и прекращало оплату. В Башкортостане телекомпания «Вся Уфа» широко освещала деятельность компании «Древпром» и прямо называла ее финансовой пирамидой, направляющей свою деятельность на другие регионы России. В сентябре 2014 года «Древпром» в Улан-Удэ лопнул. Как ни странно, но, по словам представителя МВД по Бурятии, заявлений в полицию нет. Следствие предполагает, что пострадали как минимум два десятка людей. Наш независимый эксперт, хорошо знакомый с деятельностью аферистов, говорит о не менее чем 50 пострадавших. К нему лично обратилось пять граждан с просьбой о юридической помощи. По его словам, «Древпром» в Бурятии активно связан с еще одной громко лопнувшей в Улан-Удэ аферой федерального масштаба компании «Бестфонд». Ну, собственно, «Бестфонд» первыми своими договорами обозначал отношения именно под вывеской «Древпрома». То есть «Бестфонд» — это «Древпром»? Да, да, да. Первые их договора обозначались «Древпромом». Независимый эксперт готов к сотрудничеству с МВД и отмечает, главным признаком финансовой пирамиды является обслуживание чужих кредитных обязательств за счет новых финансовых поступлений. Проще говоря, клиенты должны приводить за собой новых вкладчиков. Но не только этим пользуются подозрительные юридические фирмы. Еще один — это сбор якобы абонентской платы за обещание юридической защиты, к примеру, фирма «Эскалат». Те клиенты, которые приходили, побывав в «Эскалате», сдали абонентскую плату ежемесячную. В течение, притом, долгого времени платили деньги в эту контору. Но результата нет. Эти клиенты намерены обращаться в суд. Отметим, сейчас в Бурятии оперируют не менее девяти организаций, имеющих все признаки финансовых пирамид. Намсарай, Намсарай. Булат Бадмаев. Новости дня.